Приветики! Подкопила парочку баночек, скляночек бюджетных и одна, точнее две, средней цены. Поделюсь впечатлениями, немножко собрала кое-чего, поэтому показываю. Первое, что хочу продемонстрировать, это шампунь. Я уже не раз вам говорила, что я не выбираю дорогой продукт для мытья головы, потому что он находится на волосах по сути секунд может быть 30, да, 40, 50. Дальше вы его смываете, ничего критичного шампунь не сделает с вашими волосами. Поэтому я беру масс-маркет, лучше куплю маску подороже, или масло для волос, или бальзам какой-нибудь. Короче говоря, приветики, дав. Я думаю, что наверняка все знают эту фирму и пользовались наверняка практически все. Это непосредственно с мачей, ну от мачи здесь только цвет и все. Светло-светло-светло, такой вот зелененький он. Прозрачный, такой гелевый достаточно. И что я могу сказать, хорошо промывает волосы, не сушит кожу головы, никакой перхоти, свежий запах. Вот только что распустила волосы, они были завязаны, правда, немножко так примялись. Ходила с хвостиком. Хорошо, приятно пахнет, стоит, недорого, прям вот рекоменд, рекоменд. И в пару к данному продукту купила, мне чего-то захотелось поностальгировать, бальзам. Помните, такой классический бальзам дав, интенсивное восстановление. Вот они, два малыша, рядышком находятся. И, собственно говоря, что я хочу сказать под этого кондиционера, запах очень-очень клевый, классический, давовский, такой, как мыло. Те, кто любит аромат дав, вот если хотите чувствовать его на своих волосах, то обязательно попробуйте, возьмите, если не пробовали. А я вот давно-давно у меня был, я что-то вспоминала, что хороший по действию, решила повторить. Мне, в принципе, понравился. И что я хочу сказать, что ничем не хуже некоторых профессиональных бальзамов для волос, которые стоят в пять раз больше. Поэтому дав мне прям вот очень зашел и вот этот продукт, и вот этот. Если у вас что-либо есть от дав, обязательно посоветуйте, потому что, потому что будет полезно. Все, если пользуетесь чем-то от дав, напишите. У них же там еще всякие есть, по-моему, даже есть крем, несмываемый для волос, что-то такого плана. И, короче, напишите, если любите дав, напишите, что у вас в любимчиках. Следующий продукт на повестке дня, на который были надежды, что будет клевый, потому что от фирмы Jaya. Я уже брала несколько, и мне зашло, то вот этот вот гель для умывания с козой. На секундочку. Ну, здесь как бы он с молочными кислотами и все такое. Что я хочу сказать, если у вас совсем лайтовый мейк, у меня зачастую нет. Быть может, вам нужно просто умыться утром, подойдет. А если смыть мейк какой-нибудь, я просто рассчитывала на то, что я смогу умываться данным продуктом так же, как умывалась. Вот этим вот. Вот, смотрите, выхлюпала в ноль. И хочу еще. Мне прям этот лореалевский гель для умывания супер зашел. По аромату, по консистенции, по тому, как он хорошо снимает мейк. Мне прям вот понравился. Хочу еще, возьму еще. Напишите, если бюджетных умывалок, какая у вас самая любимая, самая клевая по действию, которая прям клево смывает стойкий макияж. Потому что у меня очень часто мои черные стрелы, у меня куча тонального крема, какая-нибудь коррекция еще может быть. Короче говоря, я же любитель всего этого дела, вы наверняка знаете и замечали. Не справляется. Наверное, немножко другое у него действие. Быть мягким нежным котиком и неагрессивной сатаной, которая смывает ваш макияж. А мне вот такой прям нужен. И я прям люблю, знаете, чтобы и глаза можно было промыть, и они при этом не выпадали. Поэтому вот этот вот супер нежный, супер клевый, но при этом хорошо снимающий данный супер нежный, супер клевый. Аромат такой вот, знаете, немножко ретро намек какой-то. Ну вот захотелось, я прям понюхала, по запаху тоже выбирала. Но по действию очень слабоват. Ну, может быть, конкретно для меня. Напишите, пожалуйста, какая конкретно умывалка масс-маркет вам нравится. Спасибо за раннее. Пожалуй, в очередной раз похвалю. Нанесу на губы и сейчас уже есть. Как будто бы мне заплатили за рекламу данного продукта. Но нет. Mermaid с ароматом зефира. С единорогом. Очень клевый бальзам. Очень клево увлажняет. Стоит. Показывала вам уже его. Просто хочу еще раз продемонстрировать. И сказать, что ничего не изменилось, в мое мнение, стоит приблизительно гривен 80, можете перевести в доллары. Украинская фирма. Очень клево. Не хочу антисептики. Хочу пробовать такие маленькие-маленькие кремчики для рук. Тоже со всякими единороговыми ароматами, которые можно положить в сумочку. И они и смотрятся прикольно, и пахнут прикольно, увлажняют. Пока не знаю как. Быть может, возьму. И тогда расскажу еще непосредственно вам. Вот, смотрите, какой милота. Аромат космический, увлажнение клевое. И губы такие прям, ну, сочные и вкусные, аппетитные. Следующий продукт. Следующий продукт. Нашумевший, взорвавший интернеты. Всякие разные сайты с отзывами и так далее. Наверняка вы тоже о нем слышали. 99% алоэ, алоэ. Блин, я сказала алоэ, алоэ. Нет, на самом деле просто алоэ от холика, холика. Потому что название двойное, поэтому я и говорю алоэ, алоэ. Это вот такая увлажнялка. Кто-то использует под крем, кто-то использует вместо крема, кто-то использует после бритья. Я в очередной раз убеждаюсь, что корейская косметика, это не очень прям обо мне. Ну, не знаю, что с этим делать. Ну, очень слабо. Никакого супер ощущения, супер увлажнения, супер питания. Что бы я там сказала бы, клево, вообще бомбически. Для меня нет. Освежает? Да. Совсем чуть увлажняет. Короче говоря, он впитывается моей кожей так, как будто бы там ничего и не было. Как будто я ничего не наносила. Просто умолась такая типа и все. Советовала бы ли я его вам? Не советовала бы. Мне он очень слабый. Я его выхлюпала, уже доюзаю его, но после него хочется наносить какое-то масло. Блин, я вам масло не показала. В следующем видео покажу уже масло. И, собственно говоря, кожа от него у меня не меняется вообще никак. Есть еще такие большие банки, кто-то использует еще как основу под макияж. Может быть, с натяжкой, как вот основа под мейк, это могло бы прокатить. Вот я и лохматая, да? Может быть, могло бы прокатить, но не более того. Для полноценного питания и увлажнения его будет недостаточно, поэтому я бы не советовала. Если вы используете данный продукт, напишите, как, что вы такого с ним магического делаете. Или, быть может, у вас супер жирная или увлажненная напитная кожа. Моей недостаточно. У меня комбинированная. Мало мне хочется чего-то еще, как будто я его и не наносила. Короче говоря, шумихи от данного продукта я не поняла. А вот здесь, а вот здесь, это просто было мега открытием, потому что, потому что топи-крем, вот этот вот увлажняющий, секундочку, боди-милк, невероятно увлажняет. Просто сутки у вас такое ощущение, что вы регулярно на кожу носите что-то увлажняющее, какой-то спрей или какую-то водичку увлажняющую. Она пропитана, как будто бы изнутри, нет липкого слоя, очень нежный, приятный аромат. Это такая находка. Я бы все-таки отнесла это к бюджетной продукции. Объясняю, почему. Потому что здесь пол, мать его, литра продукта. И стоит это до 500 гривен. Продается в аптеке, в любой практически можно найти топи-крем. И также заказать в интернете, если вы любите интернет-заказы, сейчас все на это переходят, всем нравится. Поэтому никаких ссылок не буду оставлять никуда. Вы без проблем найдете данный продукт, если вдруг встретите. Если вам нужен сейчас увлажняющий, офигенно увлажняющий продукт для кожи тела, обязательно возьмите. Она просто мега клевая. Ни после какого-то другого продукта для увлажнения тела у меня никогда не было такого божественного эффекта. Вот где-то я читала отзывы о том, что кожа после него, как будто бы после спа-процедур, как будто бы вам эффективно, активно наносили огромное количество увлажняющих компонентов, недолго оставались на коже, но только это дешевле и в домашних условиях. И это просто пушка. Просто попробуйте. Это невероятно действующий, офигенный продукт. Лучшая находка за последнее время. Просто обалденная. Кожа просто такая ароматная, мягкая, такая прям... И если вы любитель аптечной косметики или непосредственно тупик крем, также что-нибудь посоветуйте, потому что раньше я была фанатка их бальзамов для губ. И вы знаете, я очень сильно хвалила. Они у меня были прям фавориты. Они были такие сливочные, мягкие, очень кайфовые. Но потом они изменили формулу. Судя по всему, для того, чтобы продукт дольше сохранял, дольше продлить срок действия данного продукта, он стал более деревянным, не таким сливочным, не таким вкусным. Я просто могла так раньше брать бальзам, сидеть, так наносить и балдеть от самого процесса, от аромата, от всего этого. Но уже всего этого дела нет. И бальзам тупик крем для меня уже не фаворит. А это... Пожалуйста, тупик крем, не меняйте состав данного продукта. Он просто идеальный. Он просто самый лучший. Короче, вот это прям от души, прям вот идеальный продукт. И последний продукт. Несмывашка не отнесла бы к супербюджетным, потому что стоит приблизительно гривен 300 с копейками, по-моему. И это вот такой вот крем для волос, несмывашка или маска для волос, как хотите так называть ее. Снимается эта картонная штучка такая. Называется он... Это Echos Line и называется Total One. Здесь как бы много чего в одном. И обычно я не особо верю данным обещаниям. Мне просто необходимо для того, чтобы это вкусно пахло, а пахнет он реально очень клево, и несколько часов спокойно. Плюс вы наносите и успокаиваете ваши пушистости. Немножко добавляете волосам мягкости и эластичности. Сейчас можно это как раз и проделать. Я вот после мытья обожаю наносить. Очень клево пахнет. Потом просушивать. Здесь у нас и термозащита, и SPF, и увлажнение. Поэтому вот прям очень хороший продукт. Такой по действию масло вам, конечно, не заменит. Но вот как не смывашка такая клевая, увлажняющая. Очень даже ничего. Я бы сказала в принципе да. Можно пробовать, можно брать. И потом потушиваете феном все это дело. Да. Я бы сказала, что очень даже неплохо и очень даже достойно покупала в магазине профессиональной косметики. Кстати, можно увидеть, что количество волос у меня наконец-то начинает постепенно увеличиваться. Даже мне подруга недавно сказала, что волосы отросли. Я стараюсь. Я ношу кучу всяких увлажнялок. Я стараюсь не убивать их жесткими красителями. Про красители могу отдельно рассказать. Больше порошком. Теперь это непосредственно краска, которая обесцвечивающая. Нет, осветляющая. Осветляющая. И тонировочка. Вот уже скоро краситься мне пора. Поэтому наконец-то хотя бы начала появляться вот эта вот густота, которой раньше вообще, блин, не было. Она просто отпадала. Да, поэтому если хотите какой-то крем увлажнения для термозащиты, для более легкого расчесывания, обратите внимание, очень достойный продукт, не за все деньги мира. И также, если у вас есть тоже какой-то крем для волос. Я еще присматривалась к Goldwell крем для волос. Может быть, кто-то пробовал. Расскажите, как ваши впечатления. Крем-несмывашка для волос. Для наслаивания непосредственно. Масло после него потом идет. То есть я стараюсь как бы добавлять, 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 чтобы волосы в количестве своем увеличивались и меньше ломались. Поэтому я считаю, что если сравнить с предыдущим видео, волос таки все-таки наросло. Буду следить дальше за этим делом. И надеюсь, что улучшу их состояние еще. Огромное спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Спасибо за лайк. Это бесплатная благодарность блогеру. Пишите, комментируйте касательно того, какие продукты у вас сейчас варите из бюджетного. Быть может быть, что-то посоветовали. А я бы сняла на это видео. Все. Хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok